здравствуйте друзья сегодня у нас 5 марта суббота и для вас последнее известие сейчас когда я вот рассказываю вам что произошло накануне что происходит сейчас в небе над атлантикой находится любопытный авиарейс из москвы вернее он стартовал из москвы сделал промежуточную остановку в питере где его дозаправили и сейчас обходными путями обходя территорию которая запрещена теперь для полета российской авиации через атлантику он движется в сторону вашингтона куда как вы знаете тоже российские самолеты согласно последним санкциям летать не могут ему разрешили это самолет рейс rsd-88 самолет ил 96-300 из кремлевского президентского авиаотряда под названием россия любопытный рейс он оказался неожиданным даже для многих государственных структур в вашингтоне то есть завеса секретности насколько я понимаю очень плотная некоторые бывшие 100 отставные американские дипломаты но со связями предположили что речь идет о эвакуации дипломатов которых недавно объявили персонами нонграта в сша но дело в том что за дипломатами за двумя а их всего двое последнее время были были выставлены из соединенных штатов за дипломатами семьями самолет из президентского отряда не посылают было предположение что возможно собирается эвакуироваться посол антонов вместе со своей любимой девушкой которые уже приготовили для отъезда 50 коробок груза непосильно нажитого дожитого непосильным трудом за годы пребывания на государственной службе россии в сша но тут тоже знаете даже за послом президентский борт вряд ли будут посылать если только посол не вывозил бы кокаин последний раз если вы помните такой неожиданный полет самолета из президентского авиаотряда был в буэнос-айрес несколько лет назад на борту находился сам патрушев и цель была состояла в том чтобы вывести оттуда примерно полтоны кокаина но из вашингтона кокаин это вряд ли не получается столько кокаина собрать в российском посольстве это это на грани именно в америке это на грани невозможного возможно было предположить что эвакуировал эвакуируется резидентура вместе там с документами шифровальными машинками но тут тоже вряд ли потому что ну во первых резидентура должна работать в самый напряженный момент то есть если намечается расширение войны то резидентура должна наоборот сидеть на месте во вторых если бы речь шла о эвакуации резидентуры то они на начали бы уничтожать документы уже сейчас и это было бы видно было бы заметно этого тоже не наблюдается то есть и с точки зрения эвакуации резидентуры тоже как-то не складывается то есть главное тут вот тот фактор что летит самолет из президентского авиаотряда то есть видно зачем-то важным или кого-то туда везут важного есть информация непроверенная я за нее не ручаюсь но она как-то вот фишка просто ложится в ту ситуацию которую мы имеем на сей день то есть речь идет о том что едет летит туда высокопоставленный очень высокопоставленный военный причем не профессионал который мог бы обсуждать детали там военных операций с представителем объединенного комитета начальников штабов в сша а летит так сказать генерал от политики с особыми связями доступом к путину и с другой стороны якобы летит очень высокопоставленный представитель российских спецслужб ну и вот как-то так это складывается такое вообще картина что летят на какие-то переговоры повторяю цель перелета кто там на борту зачем они сюда летят даже здесь в вашингтоне по крайней мере до сих пор она находится под таким плотным завесом тайны было сообщение в рейтерсе по поводу этого полета но там было предположение что за дипломатами повторяя это вряд ли за дипломатами не стали бы позвать президентский самолет послали бы там какой-нибудь ил-62 образца 85 года ну вот и все тут все таки все таки президентский отряд новый самолет так что интересно интересно это почему что это вписывается в складывающуюся ситуацию она такая по мнению все растущего количества экспертов специалистов я имею ввиду растущего количества среди тех которые склоняются вот той точки зрения которое я вам сейчас расскажу россияне в понедельник превратя проснуться в экономическом аду то есть на его наступление она уже как-то так видно на горизонте но не совсем все это поняли вот с понедельника они начнут понимать это в полной мере то есть страну ждет худшая ситуация чем допустим в северной корее почему потому что северная корея она не была встроена и до сих пор не встроена в мировую экономическую торговую систему поэтому там как-то это легче решать все на основании автарки как советский союз времена сталина все производилось здесь худо бедно но россия же за время с распада советского союза она встроилась в мировую экономику мировую торговлю во все эти цепочки доставок которые вот за прошедшие дни практически за последнюю неделю они оказались практически разрушены ожидается рост цен не на проценты не на десятки процентов а в разы буквально на все перебои буквально во всем вот один пример вам приведу оказывается оболочка для колбас которая изготовляется в россии она закупается в италии она там лучше качество она дороже и станки на российских мясокомбинатах где фасуют эту колбасу в эти оболочки тоже итальянская то есть достать купить оболочки невозможно станки скоро остановятся потому что некому их обслуживать и вообще бизнес сейчас приходит в ужас потому что ну во-первых транспортная компания отказывается возить во-вторых во-вторых транспортировка польша полностью перекрыла территорию для всяких перевозок там российских грузов в любую сторону дальше свифт отключена даже если прорваться через это и доказать добраться до компании поставщика и даже если она согласится а это все более редко становится то требуется стопроцентная предоплата с этим полный швах намещается перебои практически во всем сейчас вот я слушал представителей российского бизнеса ребром ставится вопрос о таких товарах повседневного быта как подгузники прокладки туалетная бумага добро пожаловать советский союз вот кто не знает и кто ностальгировал не знаю что такое советский союз вот вскоре имеет шанс увидеть что это такое с нефти очень плохо то есть об она по прежнему прошлом году за прошлую неделю был полный бойкот вниз снизу так сказать на российскую нефть пока как я вам рассказывал американская администрация находится под давлением конгресса и растущим давлением американского народа с тем чтобы она объявила эмбарго на поставку нефти нефтепродуктов в соединенные штаты америки байдена сдерживала только то что это может взорвать международный рынок цены взлетят до небес в общем будет чуть ли не катаклизмы на международных рынках сырья ну и вот в связи с желанием предотвратить такое развитие событий администрация смотрит но она не только смотрит она действует фактически ближе ближе близится к завершению переговоры с ираном о возобновлении соглашения о сдерживании иранской ядерной программы и в результате сейчас вот связи с российской агрессии против украины эти переговоры ускорились и по сообщениям американских сми есть шансы на то что соглашение будет заключено в ближайшее время и на международный рынок пойдет иранская нефть которая и может заменить в значительной степени российскую и тогда грянет и нефтяное эмбарго ну меня такое впечатление конечно да я его раньше бы сказал что вот такую масштабную войну которую агрессию который затеял путин ее мог затеять только полный идиот потому что вот эти все последствия их можно было просчитать но вот до него видимо сейчас начинает только сейчас начинает доходить это сказывается на его риторике причем второй где-то день подряд он уже высказался в том плане что надо надо налаживать взаимопонимание прекращать различные санкции друг против друга и пожелания его в отношении украины как-то смягчились раньше то речь шла о деноцификации так называемой демилитаризации вот одно д уже исчезло сейчас речь идет только о демилитаризации но это я бы сказал вряд ли потому что сейчас я вам зачитаю сейчас я вам зачитаю сводку о потерях российской федерации оккупационных войск агрессора на 5 марта убитых больше десяти тысяч я вам напомню что за 10 лет войны в афганистане там погибло 15 тысяч примерно 156 советских военнослужащих 15 тысяч здесь уже больше десяти самолетов 39 вертолетов 40 танков 269 бмп 945 артиллерийские системы 105 средств по 19 цистерна с горючим 60 беспилотных летательных аппаратов 3 автомобильной техники 409 причем в принципе эти данные подтверждаются американцами американцы которые поставили дживелины и стингеры в которых есть чипы и американцы могут контролировать сколько было выстрелов и могут контролировать сколько было поражений от этих выстрелов они говорят о поразительной эффективности использования этих двух систем вооружений украинской стороной то есть они сравнивают как это было использовано американцами во время операции в ираке войны в ираке говорят что сейчас украинцы вооруженные силы украины или волонтеры или силы территориальной обороны используют более эффективно чем американцы использовали свое собственное оружие накануне в ирпении состоялся бой полторы тысячи военнослужащих элитной воздушно-десантной дивизии из россии были остановлены были остановлены примерно ста двадцатью воинами украины все они были спецслужб была часть из СБУ часть была из главного управления министерства обороны российская сторона вернее украинская сторона потеряла два человека убитым убитыми и несколько ранеными полторы тысячи элитных парашютистов из российской федерации были уничтожены их там просто как мне сказали покромсали кстати о вывозе тел помните я рассказывал о том что более сотни камазов их выводили вывозили из украины в направлении белгородской области так вот это продолжилась эта тема они были перегружены в 20 рефрижераторов каждой емкостью или подъемностью 50 тонн вы посчитаете какое количество это мертвых тел ну и вот сейчас они попадают в плен и они говорят и многие из них рассказывают что их туда затащили обманом то есть командиры и главнокомандующий не удосужились побоялись сказать куда не отправляет своих воинов это конечно беспрецедентная ситуация я такую не припомню вот в истории воин это это какое-то удивительное ноу-хау гопнического режима полуумного бункерного лидера страны страна такая армия не может долго воевать по сути дела то есть вот то что сейчас мне говорят фактически с поля боя противная сторона то есть агрессор деморализованный они не вступают в боевые контакты за редким случаем вот бросили элитное подразделение теперь его уже нет и видимо в кремле это понимают поэтому якобы готовится мобилизация путин кстати сегодня сказал что военного положения не будет но готовит якобы мобилизацию призывников там которые уже отслужили в армии чуть ли не сто тысяч так вот я хочу обратиться к матерям в россии если вы можете и да и этим призывникам которых призвали остановитесь пока не поздно бегите куда хотите в тайгу куда угодно иначе вас высокие шансы что вас вывезут в одном из этих камазов или рефрижераторов и ваши матери никогда не увидят даже ваших тел и вы не будете похоронены на родной земле могилах потому что вас просто сожгут в передвижных рефрижераторах то есть это более бесчеловечного более бесчеловечного государства которое бесчеловечно не только к соседям но она бесчеловечно к своему собственному народу и к своим своей собственной армии я в истории фактически не припомню поэтому вот этот полет самолета из российского вернее президентского операции авиаотряда чем-то он мне напоминает полет рудольфа гесса великобританию в мае 41 года накануне нападения германии на советский союз но вы помните эту историю он прыгнул с парашюта его поймали но к смерти его не приговорили он покончил с собой где-то в конце 80-х годов в шпандау то есть я бы на усы на сейчас назвал человека или людей которые сидят сейчас на борту этого самолета условно рудольф гесс номер два или 20 как любят говорят на говорить в российской федерации тем временем город херсон о захвате которого отрапортовали российское министерство обороны сегодня был освобожден восставшим народом это город которым я ходил в среднюю школу город замечательными людьми с прекрасным климатом великолепными пляжами и с очень красивыми девушками так вот сегодня можно посмотреть в социальных сетях видео кстати это русскоязычный город он всегда был русскоязычным городом там на весь город была всего одна школа украина которая полностью до 10 класса была на украинском языке все остальные русскоязычные но это было в советском союзе не сейчас так вот люди на русском языке кричат агрессором убирайтесь из херсона вон из украины херсон это украина люди безоружные они захватили какой-то бмп агрессора и сейчас с украинским флагом разъезжают по городу в сопровождении там тысячи тысячи людей идет нескончаемая толпа остановлено наступление агрессора на николаев сегодня было уничтожено 4 самолета врага три из которых был было уничтожено одним одним и тем же украинским морским пехотинцем потрясающая эффективность браво ребята тем временем в россии в россии уже на некоторых предприятиях начинает осознавать что происходит и в нижнекамске на предприятие сейчас я вам скажу как называется это предприятие предприятие называется гемонт происходит забастовка массовая забастовка рабочих в связи с тем что рубль упал фактически упала их зарплата и люди требуют компенсации и это только начало это будет продолжаться тем временем 75 процентов американцев это согласно опросу которые результаты которого были опубликованы агейстом ройтерс четверг четверг был проведен этот опрос так вот 75 процентов американцев поддерживают закрытие небо над украиной это тот вопрос который последнее время очень остро стоит на повестке дня не вот было заседание нато вчера там этот не было принято это решение и украинская сторона очень расстроилась я слышал отрывки выступления президента зеленского потом значит я слышал комментарий уже на достаточно такое резкое выступление министр иностранных дел в адрес нато что я могу сказать господа друзья эта война сейчас решается вопрос были или не быть украине и нации и в этой ситуации я глубоко глубоко убежден что владимиру александровичу зеленскому хорошо бы следовать примеру у инстона черчилля во время второй мировой войны когда после того как франция была разбита донкерк или дюнкер как его называют в русском варианте был эвакуирован и великобритания оказалась один на один против германии которая окупировала всю континентальную европу и советского союза который фактически поддерживал эту германию и политически и дипломатически и идеал и информационно через газету правда и поставки осуществлял то есть вся военно-промышленность континентальной европы плюс соответствующие поставки из россии были под контролем германии она сконцентрировала невиданное в истории человечества вооруженной силы против него было странное небольшое государство великобритания которой буквально за полгода до этого не было регулярной армии и она фактически была распущена после окончания первой мировой войны и техники было маловато то есть она была в отчаянном положении и черчилль произнес знаменитую речь что мы будем сражаться везде на пляжах на кораблях на берегу нашей родины в городах на улицах крышах мы будем сражаться везде но мы не сдадимся при этом то есть вот эту часть встречи президент зеленский сказал сказал блестяще и вызвал за это уважение во всем мире взлет поддержки украины в ее в праведном деле но дальше началась вторая часть деятельности черчилля он понимал что без соединенных штатов войны ему не выиграть он просил соединенные штаты помочь так или иначе то есть активно рузвельта ему ответил что он не может это сделать потому что американцы против этого большинстве своем конгресс его не поддерживает то есть способности возможности президента сша очень ограничены хотя душой рузвельт был на стороне своего брата англосаксы и черчилль он не топал ногами не кричал что вы же братья англосаксы нас слили нас предали и позор на ваши головы нам конец мы этого не выдержим закройте небо над великобритании или отрежьте там америка немецкие подводные лодки это было самое страшное потому что они в один момент окружили великобританию которые все поставки были нарушены было момент когда там хлеба оставалась в лондоне там буквально на два-три дня роза черчилль методично дипломатично вежливо и настойчиво продолжал работать с черчиллем потому что это был единственный выход он понимал что устраивать базар с клоку с единственным государством который тебе помогает америка продавала помогала так вот рузвельт отдал несколько там более сотни по моему эсминцев американских которые были списаны с боевого дежурства и вот их передали британской стороне помогал фактически с против немецких подводных лодок так или иначе но это не было массированная помощь так вот розовальд дипломатично по хорошему убеждением создавал в коалицию потому что он знал что только это является единственным разумным выходом ситуации когда у тебя вот есть единственная надежда единственный союзник могучий и только от него есть спасение с другой стороны германия предлагала гитлер предлагал ему давай подпишем сейчас соглашение договор великобритания согласно идее гитлера сыграть сохранила бы за собой всю свою империю кстати эту империю великобритания потеряла после окончания победного окончания второй мировой войны она добилась победы но лишила всей империи а гитлер предлагал сохранить эту империю за это германия господствовала в континентальной европе и вот в этой ситуации черчилль выбрал то о чем я вам сказал поэтому я думаю что вот это есть та позиция которая должна занимать высшие представители украины нужно продолжать работать с нато поскольку это единственный защитник если только нет у кого-то там сумасшедшей идеи на банковой заключить сепаратный договор с путиным но после того что натворил путин я думаю что это вряд ли вряд ли да удастся даже если кто-то это на банковской захочет но повторяю без истерики без базара без разбора полетов так сказать но я его кавычках имею ввиду публично на весь мир нужно продолжать свою работу вот видите 75 процентов американцев уже за это очень мощный серьезный аргумент нужно работать дальше в этой связи я призываю своих слушателей соединенных штатах америки господа как я вас призывал оказывать всевозможное давление на членов конгресса администрации в вопросе о введении эмбарго по нефти российская теперь убедительно вас прошу окажите давление на своих политиков на место конгрессменов на сенаторов с тем что все таки нужно нужно закрыть небо идиот я понимаю основное опасение что в бункере сейчас сидит идиот который готов нажать на красную клопку он идиот да но даже понимаете он животный организм у животного организма основной инстинкт это самосохранение и вот если резко так в один прекрасный день это дело организовать то я думаю вместо красной кнопки из москвы полетит другой борт из президентского отряда и все будет договорено это единственная возможность то есть всем уже понятно что этот гопник сумасшедший понимает только кулак у его носа надо его показать вот этом я хотел бы закончить это видео желаю вам всего хорошего моим зрителям из россии их много у меня где-то более 35 процентов это как раз вот эта элита российского общества которых процентов 15 вообще во всем обществе но это та элита от которой зависит судьбы государства прошу вас подумайте что можно сделать чтобы предотвратить эту войну ну на повестке дня стоит первое не допустить чтобы вот новая мобилизация вылилась 100 тысяч человек который как пушечное мясо сейчас опять пойдет на территории украины где их встретит дживелины стингеры и ураганный огонь на это первое все что нужно сделать ну а дальше вы сами поймете когда проснетесь в понедельник в аду путин обещал от кому-то там мифическим врагам но приготовил от экономический бытовой идеологический моральный для народа своей собственной страны ну а моим зрителям из украины я желаю мужества вспоминайте пожалуйста великобританию в сороковом году накануне значит того как гитлер напал на советский союз а потом объявил войну великобритания соединенным штатам страна великобритания была тоже в отчаянном положении ей мало вообще кто помогал у него не было такой помощи как сейчас испытывает украина американцы повторяя не помогали но не в такой степени и тем не менее решимость решимость главное решимость и не терять рассудок я обращаюсь к руководству спокойствие выдержка хладнокровие государственный ум дипломатическое мастерство я желаю вам мужества выстоять сохранить свои жизни здоровья и как всегда удачи до свидания до скорой встречи